Татьяна Викторовна, давайте непосредственно перейдем к нашей сегодняшней теме. Это методы разрешения конфликтов в образовательном пространстве. Пока мы не начали, можно будет скачать презентацию. И также, где презентация есть, как всегда, небольшой бонус от меня, это раздаточка. Поэтому буду рада, если будете ей пользоваться. Но давайте перейдем непосредственно к нашей сегодняшней теме. Это конфликты. Наверное, такая одна из животрепещущих тем любого образовательного пространства. О чем же мы сегодня поговорим? Будет немножко теории. Почему будет теория? Потому что нужно понимать, откуда ноги растут. И что же мы сегодня с вами разберем? О чем мы сегодня поговорим? Типология конфликтов в образовательной организации. Критерии и условия разрешения конфликтов. Управление эмоциональным состоянием. И стратегии поведения в конфликтной ситуации. Все это сегодня мы с вами разберем. Об этом мы сегодня с вами поговорим. Также в конце будет несколько упражнений, которые будут помогать вам более эффективно справляться с конфликтами. Потому что любой конфликт – это, естественно, затрата энергии. Это затрата ваших ресурсов. Ресурсы, как мы понимаем, они не бесконечны. И, наверное, конфликты – это один из моментов ухода ценных кадров с образовательной организации. С конфликтными ситуациями, с конфликтами мы сталкиваемся, наверное, ежедневно, чуть ли не ежечасно. Об этом тоже мы сегодня с вами поговорим. Что же такое конфликт? Давайте рассмотрим. Конфликт – это наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального взаимодействия, который заключается в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождается негативными эмоциями, выходящими за рамки правил и норм. Всегда ли конфликт – это плохо? Нет. Иногда конфликты, мы все с вами понимаем, они становятся таким толчком, они становятся моментом движения. То есть конфликт может быть как деструктивным, так и продуктивным. То есть конфликт не всегда приводит к такому определенному разрушению. Конфликт может быть тем моментом, тем толчком, который будет двигать, во-первых, самого человека, самого оппонента, к дальнейшему движению, к дальнейшему развитию. Это тоже может делать и конфликт. Но не все всегда так хорошо, да, когда конфликты выходят за некоторые рамки, они становятся деструктивными, то есть они становятся разрушающими. И, к сожалению, по большей степени конфликты именно деструктивные. На это тоже мы должны обращать внимание. Если мы с вами говорим о конфликтах образовательной организации, да, мы все с вами отлично понимаем, что конфликты, как я уже сказала, встречаются у нас в профессиональной деятельности. И педагогу, помимо своих определенных непосредственных обязанностей, да, это обучение и воспитание нашего подрастающего поколения, мы общаемся не только с учениками, да, с которыми может происходить конфликт. Также конфликты могут происходить с коллегами, родителями, администрацией и так далее. При ежедневном взаимодействии без конфликтных ситуаций мы с вами понимаем, что не обойтись. Но, как я уже сказала, правильно разрешить напряженный момент можно легко добиться хороших результатов, можно сблизить людей и можно помочь понять этим людям друг друга. Как я уже сказала, да, конфликты могут быть продуктивные, это те, которые стимулируют развитие отдельной личности или отдельной группы личностей. И деструктивные, это усугубляет нарушение взаимодействия. А если говорить о конфликтах, которые испытывает сам ребенок, да, сам ученик на протяжении вот этого момента образовательной деятельности, на протяжении школьного периода, да, начиная от первого класса и заканчивая чаще всего это одиннадцатым. Ну, не чаще всего, одиннадцатым классом мы берем полную нашу картину, да, конфликтные периоды, через которые проходят ученики в процессе обучения. Почему мы рассматриваем с вами этот момент? Потому что это так называемые кризисы, которые проходит наш ученик во время обучения. И именно в момент этого кризиса ребенок становится таким как бы накаленным моментом, да, и именно этот накал может тоже провоцировать конфликты. Поэтому мы, как педагоги, так как мы были детьми, а дети не были педагогами, да, мы должны понимать тот момент, что именно эти кризисы являются таким как бы триггером, которые могут запустить конфликт. Это конфликты, связанные с недостатками в организации обучения в школе. Четыре конфликтных периода, через которые проходят ученики в процессе обучения. Мы школу можем рассмотреть как трубу, в которую входит ученик, да, вот эти такие трубы, которые у нас в игровых есть. И, начиная обучение, первый конфликт, да, возникает, когда ребенок у нас попадает в первом классе. Он только попадает в школу, да, и в нашу трубу входит ученик первого класса. Начиная обучение, первоклассник начинает переживать довольно сложный для него и очень болезненный этап, то есть конфликтный период. Что у нас происходит в этот момент, что происходит в этом конфликтном периоде? Происходит смена ведущего вида деятельности, да, мы все с вами знаем, что у дошкольников это игровая. Здесь у нас идет уже уклон на учебный вид деятельности, да, на учебную деятельность. Меняется его социальная позиция. Он из ребенка превращается в школьника, да. Вы все видели, да, как у нас дети вот такие школьники, они прям многие выравниваются и гордятся этим. И возникают новые для него требования и обязанности, так как в детском саду нет таких определенных требований, да, а в школе они начинают появляться. А если говорить о психологической адаптации к школе полной, да, она может быть от трех месяцев и даже до полутора лет. Мы все с вами понимаем, что если мы говорим об адаптации в детском саду, да, то там не прям кардинально меняется жизнь ребенка. И там мы говорим о том, что если уже адаптация проходит полгода, то это затяжная адаптация. Здесь адаптация может проходить до полутора лет, то есть первый класс и еще пол второго класса. Что у нас происходит дальше? Дальше у нас ребенок учится в начальной школе. Отучившись в начальной школе, он у нас попадает на новый конфликтный период. Он переходит в пятый класс, да, заканчивая четвертую начальную школу, переходит в пятый класс и начинает учиться у разных учителей-предметников. То есть еще одна стрессовая ситуация, опять которая может формировать конфликтное поведение ребенка. Здесь ребенок, ну не потому что он там какой-то вредный, плохой или еще какой-то, да, у него начинается конфликтная ситуация. Он не знает как по-другому. Поэтому, опять же, учителю как наставнику необходимо понимать этот момент, что дети, переходя в пятый класс, многие говорят, вот изменился прям до неузнаваемости ученик, потому что он не знает, как иначе. Мы как учителя, мы как психологи, специалисты образовательных организаций, должны помочь ребенку адаптироваться к этому моменту. И если учитель начальных классов, как правило, опекает своих детей, да, это его дети, начиная с первого класса, очень часто это такие вот учителя, которые прям как заботятся о них, да, и когда дети попадают в пятый класс, это уже среднее звено, да, а там к ним начинают относиться более строго и требовательно. На первых порах дети не понимают, почему так и что от них хотят. Но и не только детям сложно, здесь и учителям бывает нелегко, когда к ним попадают вот пятиклассники, новые дети, да, и к этому ко всему еще накладываются предметы, которые сложнее, чем начальная школа, да. Тут как бы такой с трех сторон момент. Во-первых, смена учителя, плохое, ну, неплохое, другое поведение, другое отношение к ребенку, и плюс усложненная еще рабочая программа, учебная программа. Ну, с этим кризисом пятого класса, да, мы справились. Дальше у нас начинает еще один, так, подкатывать через четыре года конфликтный период, да, у нас такое как бы почти все поделено на четыре года, но там один будет последние два года. Конфликтный период третий, он возникает в начале девятого класса вместе с новой болезненной проблемой. Ну, нужно решать, что делать после девятого класса, идти в среднее специальное учебное заведение, продолжать учебу в десятом классе, и здесь тоже есть момент. Очень часто те из детей, кто идет в техникум, допустим, там, колледжи, училища, среднее учебное заведение, да, часто испытывают такой своеобразный комплекс неполноценности. Им кажется, что они переходят на более низкую социальную ступень жизненного старта, чем их сверстники, да, и довольно часто возникают ситуации, когда человек намерен идти в десятый класс, но получает в школе отказ по причине низкой успеваемости. Да, естественно, мы все с вами понимаем, что официально отказать нам никто не может, ну, не взять ребенка в десятый класс, но очень часто, особенно в маленьких таких небольших школах, есть предпосылки к тому, что очень часто учителя намекают, что не надо быть, тебе иди в десятый класс. На счет, на этой почве тоже может опять назревать конфликт. И таким образом для многих детей, да, девятый класс является чертой, до которой они прожили беззаботное детство, а тут у нас приходит наша взрослая жизнь. И этот кризис тоже может быть таким триггером к конфликту. И, наконец, четвертый конфликт – это окончание школы, выбор будущей профессии, наши конкурсные экзамены ЕГЭ, да, все мы с вами понимаем, что это большой стресс, как для учеников, так для учителей и для родителей, и на почве, опять же, этого же момента может возникать конфликт. К сожалению, обеспечивая базовое среднее образование, школа не готовит детей к вступлению во взрослость, к выполнению роли работника, студента и так далее. И это часто бывает остроконфликтным моментом, где у нас могут быть срывы, конфликты и так далее, да. Это четыре таких базовых переломных критических момента, которые я озвучила, да, которые могут быть таким, ну, триггером, запуском, да, именно конфликтной ситуации. Если мы говорим о динамике развития конфликта, да, то существует три стадии. Первая – это стадия возрастания, когда нарастает наша конфликтная ситуация, да, она вот начинается и начинает потихонечку подниматься. Потом стадия эскалации, да, поднимается наш конфликт. Следующая стадия реализации – это непосредственно наш сам конфликт. То есть, когда мы видим, как наш конфликт развивается, да, и последняя стадия – это стадия затухания, когда уже наша конфликтная ситуация начинает сходить на нет. То есть, либо эта конфликтная ситуация разрешается, либо она каким-то образом начинает сглаживаться. Какие же блоки, да, между кем и кем у нас могут происходить наши конфликтные ситуации? Ну, одна, один из блоков, да, это учитель-учитель. То есть, конфликтная ситуация в коллективе. Что же может стать причиной конфликта? Первое – от расписания, да, до личных проблем. То есть, кому-то не так поставили расписание, как хотелось бы, и зачастую это идут обвинения к коллегам. Следующий, немало, менее редкий конфликт – это между учителями начальных классов и средним звеном, да. Когда дети переходят с начальной школы в среднее звено, здесь, возможно, конфликты в каком плане? Там все педагоги, да, не все, не будем говорить, многие педагоги считают свой предмет единственным, самым важным и так далее, да. Но недаром педагог его выбрал. И когда педагог понимает, что, допустим, он ожидал, что дети начальных классов придут с такими знаниями о его, в области его предмета, а они приходят с немножечко иными знаниями, да, возможно, кто-то где-то не дотягивает с этими знаниями, да, то тоже может возникать конфликт. Либо информация какая-то тоже, один учитель подает ее в таком виде, другой подает ее в таком виде. Здесь тоже может возникать конфликт. Следующий момент – это конфликт между учителями-предметниками. Как я уже говорила, большая часть учителей считает свой предмет единственным, самым интересным, неповторимым и вот самым необходимым. Да, мы поэтому недаром его выбираем, что он, мы считаем его интересным и необходимым. И на почве этого, опять же, может возникать конфликт. И следующий конфликт – это между учителями одной параллели, то есть одни и те же классы, да, а здесь может быть даже своеобразная какая-то гонка между собой, да. Но между учителями параллели зачастую это чаще всего учителя начальных классов. Следующий блок – да, это ученик-ученик. Но можно сказать, что «ай» – это детские конфликты, они, ну как, пусть сами решают, это все детство, но нет. Мы сейчас с вами понимаем, что, к сожалению, сейчас общество становится агрессивнее, агрессивнее и агрессивнее с каждым последующим этапом, да, взросления. И именно детская агрессия, она очень сложна, да. Если мы с вами рассматриваем блок «ученик-ученик», между кем и кем же могут происходить наши конфликты? Это мальчики и девочки, это конфликты лидерства, если, допустим, в классе обозначилось несколько лидеров, да, то начинаются на почве этого конфликты, конфликты собственности и противостояние одного ученика целому классу, да, так называемая травля или так называемый буллинг. Именно касаемо вот этого противостояния одного ученика целому классу есть на портале Директ Академия вебинар, советую посмотреть, надеюсь, будет полезен. Ну, и один из самых, да, сложных конфликтов – это именно противостояние одного ученика целому классу, когда весь класс начинает дружить против одного. Это, ну, во-первых, нехорошо, а во-вторых, очень сложно разрешаемая конфликтная ситуация. И еще один из блоков – это учитель и родители. Как зачастую говорят, да, с людьми очень часто сложно не с учениками, а сложно с родителями. Ни в коем случае не винию родителей, да, но есть такие моменты, которые именно провоцируют конфликт именно родители. Здесь какие же причины могут быть? Это разное оценивание ребенка, да. Естественно, мы все с вами понимаем, что для каждого родителя его ребенок самый лучший, самый хороший, и там, допустим, что-то не выучить, что-то не сделать, он просто не мог. И учителя придираются и так далее. Вот этот момент. И разные взгляды на обучение и воспитание. Очень часто у нас родители знают, как надо, понимая, что, ну, как бы, это не совсем корректно, но очень часто они говорят, как надо при детях. Дети, естественно, это все впитывают, и у нас могут назревать еще следующие конфликты, как учитель-ученик. Это конфликты деятельности, возникающие по поводу успеваемости учащихся и выполнение ими учебных и внеучебных задач, да. То есть конфликты действия и бездействия или действия. Конфликты поведения поступков, возникающие в связи с нарушениями учащихся правил поведения. Ну, это как раньше, да, у нас ставили двойки за плохое поведение, либо выгоняли из класса. И конфликты отношений. Тоже один из таких конфликтов, которые очень сложно разрешать. Это возникающий в сфере эмоционально-личностных отношений учащихся в рамке общения в процессе совместной педагогической деятельности. Почему я говорю о том, что этот конфликт один из наиболее сложно разрешаемых? Потому что эмоционально, как бы, сложить людей друг с другом очень сложно. Но вот не подходят друг другу эмоционально учитель и ученик. Да, мы понимаем, что им необходимо приспособиться, да, необходимо, как бы, работать друг с другом, но все равно полностью вот это напряжение, полностью эту эмоциональную напряжность снять зачастую не получается. Потому что если эмоционально не складываются отношения, да, то и работа уже в дальнейшем будет тоже очень сложно складываться. Давайте еще посмотрим тот момент, который тоже необходим, чтобы понимать, да, какие же фазы конфликта есть. Первое – это латентная стадия. Что же у нас здесь испытывают наши оппоненты, да? Эмоции, эмоциональное состояние. Здесь аспект нарушения общения. Нарушение взаимопонимания, коммуникативный аспект, да, нарушается у нас. Следующее – это демонстративное. Что у нас здесь? Нарушение ожиданий, помощи и поддержки. Какие же эмоции, эмоциональное состояние, да, тревога, недовольство, обида и страх. Потом следующее – агрессивная стадия, да. Здесь у нас напряжение, страх, гнев, агрессия. Здесь страдает коммуникативный, прагматичный и легитимный. То есть нарушение веры в норму. Здесь у нас каждая сторона считает, что справедливости нет, да. И батальная стадия. Здесь у нас гнев, презрение, отвращение, ненависть. И здесь оправдание какого-то ненормативного поведения, да, плохого поведения, как целесообразного. То есть конфликт, ну, я не виноват, конфликт меня до этого довел, ну, из этой серии. А если мы с вами говорим о стилях поведения, да, субъектов в конфликте, смотрите, здесь, как многие говорят, при определенном конфликте, да, можно придерживаться определенной стратегии, чтобы получить такую, ну, наибольшую удобную ситуацию для себя. Какие же конфликты у нас? Сейчас, прошу прощения. Конфликты как же у нас могут располагаться, да? Мы с вами видим на экране это стили поведения в конфликте, да? Здесь у нас с вами активные деятельности, да, и активное или пассивное действие, да, деятельность и нарастание фрустрации. Первое соперничество – это когда повышенная фрустрация, да, и активные действия. С одной стороны, да, следующее – это у нас избегание. Здесь пониженная фрустрация и пассивное действие. То есть здесь у нас наш субъект конфликта не делает ничего, то есть он, избегая ситуации, он как бы прячется. Следующее мы смотрим с вами, правый верхний угол – это сотрудничество, когда мы стараемся снизить фрустрацию, да, и активно действуем с двух сторон. То есть активно оба субъекта у нас начинают действовать. Следующее правый нижний угол – это приспособление. Здесь у нас пассивные действия, да, у нас наш субъект не пытается изменить окружение, он пытается изменить себя, то есть приспособить себя к той или иной ситуации. И посередине мы с вами видим компромисс, когда здесь у нас начинают уступать обе стороны и стараются снизить фрустрацию точно так же обе стороны. Как я уже сказала, да, что здесь у нас момент того, что в зависимости от того, как нам лучше решить конфликт, да, мы выбираем определенное поведение. Мы выбираем то, что нам удобней. Следующий момент, который мы с вами рассмотрим, это таблица будет «Карта схемы комплексного графического анализа конфликта». Смотрите, мы сейчас с вами переходим к тому моменту, что мы с вами должны рассмотреть в конфликте, чтобы его решить как бы полностью глубоко. Первое, что мы с вами рассмотрим, это участники конфликта, да, то есть мы смотрим реально присутствующие, да, это актуальные, которые вот прям уже вступили в конфликт. И мы не забываем о потенциальных субъектах конфликта, которые могут быть точно так же втянуты туда, да, опосредованные, вероятные, которые могут попасть. Если мы с вами рассмотрим характеристики, это их ранг и сила, стиль поведения в конфликте, о которых я уже говорила ранее, да, а сотрудничество, соперничество, компромисс, приспособление и избегание. Здесь мы тоже смотрим индивидуальные и возрастные особенности, и мы смотрим, кто же был инициирующей стороной, кто начал этот конфликт, кто его спровоцировал. На это тоже необходимо обращать внимание. А следующее, второе, да, второй подпункт, мы с вами видим в левом нижнем углу, это базис противоречий. Что же у нас является противоречием? Это интересы, потребности, цели сторон, опасения, предубеждения и установки, мотивы конфликтного поведения, восприятия конфликта к паттуальными участниками, да. А здесь мы должны рассмотреть образы я, ты, мы в конфликте, да, эмоциональное переживание участников и значимость конфликта для каждого участника. Зачастую у некоторых субъектов конфликта бывает конфликт ради конфликта, то есть им не важно отстоять свою точку зрения, им не важно отработать там какой-то момент, им важно просто поконфликтовать. Какие же причины конфликта могут у нас быть? Это демонстрируемые, то есть мы эти причины прям показываем, да. Реальные, это те причины конфликта, которые имеют место быть, да. Подспудные, основные и сопутствующие. Также мы с вами должны обращать внимание на факторы, влияющие на остроту конфликта, то есть временные рамки. Это может быть короткий конфликт, да, а может быть и затяжной конфликт, очень долгий. А некоторые конфликты там прям несколько лет длятся, да, это так называемая война, но чаще всего это война сотрудников, война педагогов, да. А также мы смотрим на, как я уже сказала, личностные ресурсы. Это на то, сколько же наши субъекты могут находиться в ситуации конфликта. Как я уже сказала, когда начинала наш вебинар, да, что конфликт – это всегда энергетические затраты, да. Это эмоциональные затраты, это затраты наших ресурсов, это затраты нашей энергии. И, естественно, мы с вами понимаем, что если мы с вами будем попусту тратить эту энергию, эти затраты, да, то, естественно, мы начинаем, это всё сказывается на нашей деятельности, на нашей работе, мы начинаем хуже работать, так как все наши силы, наши знания будут уходить на поддержание или разрешение конфликта. Следующий блок, который мы с вами должны тоже обратить внимание и рассмотреть – это четвёртые особенности конфликта. Какой же тип конфликта, да, я уже говорила, что это может быть конфликт деятельности, конфликт поведения или же конфликт отношений. Также фаза конфликта, как я уже говорила, их у нас четыре, да, и мы смотрим, что же это за фаза, да, латентная, демонстративная, агрессивная или же батальная. Характер нарушения общения в конфликте и прогнозируемые исходы конфликта. Здесь мы тоже можем с вами, знаете, как это не предсказать, но постараться предугадать, как же может решиться наш конфликт. Ну и если мы с вами говорим о предмете конфликта, да, это чаще всего противоречие, которое присутствует на протяжении всей конфликтной ситуации. Наличие противоречия заставляет оппонента вступать в борьбу. Противоречие конфликта бывает объективным, воображаемым и проблемным для конкретного субъекта. Смотрите, объективным – это когда, ну, конфликтный предмет, это предмет конфликта для всех, да. Второй воображаемый – это может быть, допустим, придуманный конфликт, да, и проблемным для конкретного субъекта. То есть для меня это конфликтный момент, да, для меня это проблема, а для кого-то еще это совсем не проблема. Следующий момент – это разрешение конфликтов по моделям Мариотт и Даниэль. Что же мы с вами должны рассмотреть по этим моделям, да, на что мы с вами должны обратить внимание. План действий. Мы сначала с вами в первую очередь инициируем проблему, да, находим проблему, начинаем сравнивать настоящее положение вещей и желаемое, начинаем сравнивать, как бы нам хотелось, да, проанализировать проблему, найти возможные способы решения, выбрать один из способов разработать план достижения нашей цели, да, а потом мы начинаем воплощать способ решения проблемы, проверяем, решена ли проблема и реализация, да, если цель застегнута, то внедряем ее в новую систему. Давайте вернемся к тому моменту, когда же нам не выгодны, а необходимы поведения в конфликте. И в какие моменты, да, что, когда приемлемо? Первое, когда нам приемлемо соперничество, да, когда мы берем вот эту позицию, сейчас я переключу на тот слайд, чтобы видно было, когда мы вступаем в соперничество, да, и когда мы им пользуемся, да, когда мы пользуемся этим стилем поведения, когда нам необходимо быстрорешительные действия, необходимо принять непопулярное решение по важным вопросам, есть уверенность в правильности выбранного вами решения. Если вот вы прям уверены, что ваше решение 100% правильное, то тогда можно идти в соперничество, да, тогда можно противостоять, когда вы понимаете, что вот только так, как сказали вы, правильно или не иначе. И людям мотивативно используют преимущественно собственные позиции, то есть когда вы понимаете, что вы в этой позиции пользуетесь преимуществом, да, и можете при помощи соперничества перетянуть как бы одеяло на себя, тогда вы можете идти в соперничество. Следующий момент – это сотрудничество. Когда же мы применяем сотрудничество? Когда необходимо найти решение проблемы или разные позиции настолько важны, что компромисс не допустим, тогда мы не уступаем, но находим моменты сотрудничества. Когда нужно полностью использовать весь творческий потенциал сотрудников, то есть чтобы каждый вложился на все 100, надо обеспечить приверженность к какой-либо общей цели, и нужно преодолеть негативные эмоции, возникшие в опыте общения. Когда же приемлемо избегание? Вроде бы казалось, да, избегать, уходить от позиции, каким-то образом прятаться, не совсем приемлемо, не совсем красиво и не совсем нужно. Но когда предмет разногласия несущественен, и есть другие важные дела, как я уже сказала, да, конфликт, каждый конфликт у нас – это наши ресурсы. Если мы понимаем, что то, что вызывает разногласия, нам особо-то и не важно, мы можем прибечь к избеганию, да, и просто уйти от конфликта. А также, когда отсутствует возможность удовлетворить собственные интересы, вы понимаете, что даже бившись-бившись, вы ничего не добьетесь, то и то, что вы добьетесь, вам особо не надо, тогда можно избегание, да. Когда вы понимаете, что ценность отношений с тем или иным субъектом для вас выше и важнее, тоже можно прийти к избеганию. А когда нужно людям дать успокоиться и отойти от переживаний, запустим, как я уже говорила, да, в начале есть вот эти моменты кризиса, возможно, в эти моменты следует уйти от конфликта, да, и тогда при новом таком же моменте, да, этот конфликт может и не вспыхнуть, так как уже кризис будет пройден. Когда вы понимаете, что другие могут решить конфликт более эффективно, мы тоже можем уйти от него. И когда перед принятием каких-либо действий необходимо понять и собрать больше информации, тогда мы как бы уходим от конфликта в сторонку, собираем эту информацию и идем уже дальше, да, идем уже решать этот конфликт с более полной информацией. И также важна гармония и стабильность отношений. Когда мы с вами понимаем, как уже в первом, да, в избегании, мы здесь приспосабливаемся к тому человеку, да, который важен для нас. Следующий момент – компромисс. Когда же мы идем на компромисс? Очень часто многие говорят, что компромисс – это не выход из конфликта, это не тот момент, который бы удовлетворил ту или иную сторону. То есть компромисс, мы все с вами понимаем, что в компромиссе у нас уступают обе стороны. То есть 100% не получает ни одна из сторон. В компромиссе, как я уже сказала, уступают обе, и есть те, кто любит побеждать на все 100%. Поэтому компромисс для них неприемлем. Но компромисс мы с вами можем использовать, когда цели важны, но не стоит того, чтобы прибегать к жестким мерам для их достижения. То есть здесь мы можем быть гибкими с двух сторон. Когда еще мы с вами можем применять компромисс, уходить в стиль поведения компромисс, когда оппоненты имеют одинаковую силу, но стремятся достичь важных целей. Когда оба наших субъекта хотят чего-то высокого, имеют общую силу, когда они будут уступать как бы с двух сторон. Когда нам необходимо прийти к временному соглашению по важным вопросам, необходимо принять приемлемое решение при остром рефиците времени. То есть когда у нас мало времени, мы начинаем резко договариваться, и резко уступать, опять же, как я уже сказала, с двух сторон. Или же когда нужно сделать шаг назад, если сотрудничество и конкуренция не помогают достичь целей. Когда мы с вами понимаем, что когда наше соперничество или сотрудничество неэффективны, когда кто-то один из субъектов начинает гнуть ту или иную линию, здесь мы можем перейти к компромиссу. То есть здесь мы можем предложить нашим сторонам уступить с двух сторон, да, как бы и ты уступаешь, и я уступаю. А что же необходимо сделать, чтобы разрешить конфликт? Но это так называемый, сейчас я расскажу так называемый план, так называемые шаги службы медиации. Возможно, в ваших образовательных учреждениях вы можете вот написать, есть ли служба медиации, и кто этим занимается. А сейчас, ну, по крайней мере, по нашему городу я сужу, служба медиации начинает появляться. Первый это у нас был Центр психолога-медико-социальной поддержки, который открыл службу медиации, да, а сейчас у нас так называемые медиаторы начинают появляться уже и в общеобразовательных учреждениях, кто не может не радовать. И у нас в городе даже есть частная служба медиации, которая помогает решить уже такие личностные семейные конфликты, не только конфликты на почве образования. Что же, какие шаги мы с вами должны предпринять, и как это правильно сделать? Первый шаг, да, это найти время для беседы. То есть мы не на лету ловим наших субъектов конфликта, да, а мы находим время, чтобы это было полно, да, когда стороны не спешат, когда они в эмоциональном равновесии, не только, да, когда там у него эмоции бушуют, и мы начинаем к нему еще подходить там с конфликтами, да, побеседовать. Когда стороны обдумали про брелему и определили свои позиции, имеют первичную информацию об интересах друг друга для обсуждения. Что мы должны сделать? Мы должны с вами определить место встречи, оно должно располагать к беседе и должно быть нейтрально по дислокации для обеих сторон. То есть здесь у нас должно быть не чей-то, да, кабинет одного из, одной из стороны, а это должна быть нейтральная территория. Если вы психолог, да, располагаете кабинетом, то кабинет психолога, в принципе, очень даже хорошее место для этого. Второе – это после того, как вы пообщались со сторонами конфликта, да, вы подготавливаете условия, условия выхода из конфликта. Здесь аргументируете собственные позиции, каждый, и каждая из сторон аргументирует собственные позиции, да, свои интересы, свои отношения к этому конфликту. Определяете ресурс, который подлежит обмену, и выгодные предложения, да. При этом предложения должны быть выгодны двум сторонам, да, не одной, то есть мы перетянули одеяло на себя, а двум сторонам. А также подготовить несколько приемлемых вариантов решения проблемы, да, и заручиться поддержкой решения этих проблем у каждой из сторон, да. А здесь можно прибегнуть и к окружению наших сторон. А также после чего мы обсуждаем проблему, мы стимулируем цели и интересы, развеиваем опасения, да. Очень часто такие моменты в момент решения конфликтов люди говорят, что, ммм, вот я сейчас сделаю вот так, а он сделает вот так. Здесь мы должны развеять опасения в том моменте, что две стороны честно соблюдают правила. Рассматриваем предложенные варианты решения в данной ситуации, выбираем лучший из вариантов решения, здесь либо взаимовыгодный, либо компромиссный, да, вариант из предложенного, и совместно дорабатываете его. То есть в кабинете психолога мы дорабатываем те наброски, да, которые сначала мы накидывали с каждой из сторон. И последнее это договор, здесь прям конкретно подписывается договор, где определяются обязанности сторон, определяется правило взаимодействия делового общения, да, устанавливаются санкции определенные за нарушение договора и обсуждаются перспективы сотрудничества, если такие имеют место быть, если это возможно. То есть служба медиации, она как бы заключает такой договор, который стороны обязуются выполнять, когда его подписывают. Как я уже сказала, да, службы медиации сейчас начинают иметь возможность быть в образовательных организациях, да, но при этом не только в образовательной организации необходима служба медиации, да, это такой не судья, ни в коем случае медиатор не судит, он не оценивает, он не своим как бы авторитетом не давит, он помогает решить конфликт обоюдно договорившись. Какие же правила поведения в конфликте? Мы сейчас их тоже быстро рассмотрим. Если партнер очень сильно напряжен, то дайте ему выпустить пар, да, не надо, ну, если вы, конечно, не такой эмоциональный вампир, да, не надо подталкивать оппонента еще больше напрягаться. Попросите или потребуйте, но при этом спокойно обосновать свои претензии, сбивайте агрессию неожиданными какими-то приемами, это может быть шутка, это может быть что-то необычное, да, не давайте отрицательных оценок, а говорите о своих чувствах, описывайте не человека, да, как личность, а говорите от себя с точки зрения я-позиции. Попросите сформировать желаемый и коричный результат, то есть попросите у своего оппонента, да, что же хочет он, чтобы понять, что он хочет. Предложите высказать свои соображения по достижению результата, отражайте как эхо смысл его высказываний. Ну, естественно, не так, что он сказал, вы тут же как бы повторили его фразу дословно, можно использовать такие, если я вас правильно понял, то и рассказывайте саму ситуацию. Не бойтесь извиниться, если чувствуете, что вы виноваты, да, очень часто, особенно позиция администрации, позиция учителя, очень часто при отношении к ученику, что я сказал, значит, я прав, извиняться я не буду. Даже если вы немножечко позже поняли, что вы были неправы, это наоборот, это не опустит ваш авторитет. За эти моменты, наоборот, это более ценно. Также оформите принятую договоренность, как я уже сказала, да, это, возможно, заключение договора. Возможно, со стороны кому-то это, как мы говорим, ой, договор это смешно. Но если подходить именно с позиции такого правильного момента общения, то договор это выход. И независимо от результата противоречия, старайтесь не разрушать отношения, да, старайтесь, как часто говорят, не кидаться грязью в оппонента. Почему? Потому что грязь улетит, а вы останетесь, ну, в грязи, испачканными, да. А какие же у нас есть последствия конфликтов? Плюсы это, когда конфликт нарастает, да, создаётся определённое напряжение. А здесь происходит разрядка напряжённости между конфликтующими сторонами, получение новой информации. В конфликте очень часто узнаём много нового о своём оппоненте. Сплочение коллектива, если это внешний враг. Стимулирование к изменениям и развитию. Снятие синдрома покорности у подчинённых. И диагностику возможностей оппонента. Как я уже сказала, да, в конфликте мы можем нашего оппонента узнать более полно. А какие же минусы? Это снижение дисциплины, ухудшение социально-психологического климата, как я уже сказала, да, нарастание вот этого негатива и напряжения. Возникает представление о хороших, плохих, своих, чужих, побеждённых, да, как о врагах. Уменьшается степень сотрудничества. И очень часто сложно восстановить какие-то доверительные отношения, если они были уже после конфликта. А какие же упражнения мы с вами можем использовать? Вот эти упражнения очень хорошо подходят как совет родителям по отношению с детьми, да. Называется упражнение модальность. Допустим, типичные фразы, как мы очень часто говорим, просто вот что может тоже вызывать конфликты. Ты должен хорошо учиться, ты должен думать о будущем, ты должен уважать старших, ты должен слушаться учителей. Когда ребёнок или кто-то, да, из окружающих постоянно слышит слово «должен», мы все с вами понимаем, что, ну, никто никому ничего не должен, да, если он не брал в долг. А тут, ну, как бы чаще всего не берут в долг. А как можно заменить, да, допустим, как мы можем говорить? Я уверена, что ты можешь хорошо учиться, то есть с «я» позицией, да, интересно, каким человеком ты хотел бы стать, какую профессию планируешь выбрать. То есть здесь немножечко другая подача. Ты знаешь, уважение к старшим – это элемент общей культуры человека. Конечно, ты можешь иметь своё собственное мнение, но к мнению старших полезно прислушиваться. То есть мы все эти моменты даём как советы. Когда мы начинаем общаться таким образом с нашими учениками, да, то мы, естественно, начинаем немножечко сменять позиции, становясь на равных, уходя от позиций сверху. Следующее упражнение – это переключить на собеседника. Первый шаг – это укрепить в себе положительное отношение человека, которого вы хотите понять. То есть не все плохие и все злые такие, вредные, а мы находим положительные моменты в поведении человека. Это делается для того, чтобы раздражение, неприязнь или же непринятие, которое вы можете испытывать, не исказили вашего понимания. То есть мы берём человека уже изначально, что он очень хороший. Второй шаг – опишите в своём воображении ситуацию, в которой оказался интересующий и важный вас человек, да. Ответьте на вопрос, что он делает, почему он делает, зачем, с какой целью. То есть мы пытаемся понять нашего оппонента с его точки зрения, да. Какие желания и потребности человек пытается удовлетворить посредством своих действий, да. Может быть, он по-другому не умеет, да. И каким образом следует построить общение или взаимодействие с человеком, чтобы учесть его и своей цели не вызвать конфликта. Это ещё до конфликтной стадии, да. От чего можно было отказаться, от чего вы бы могли отказаться сами, да. То есть мы с вами как бы заранее проигрываем эту ситуацию и пытаемся заранее помочь и принять позицию нашего оппонента. Может быть, когда мы встанем на его место, нам будет понятнее его поведение, и конфликта может уже и не быть. Следующее, третье упражнение – это «Давайте вместе». Как организовывать культурный диалог с учащимися, да. Очень часто учитель говорит «Давайте вместе», но при этом делает сам там. Как вы думаете, но при этом не даёт возможности даже открыть рот ученикам, ответить. Он тут же сам задал вопрос, сам на него ответил, сам себе оценку поставил, да. Но это не всегда нравится детям, особенно детям, которые любят делать самостоятельно. Какие же моменты, на что мы с вами должны обратить внимание? Если вы задаёте вопрос, то подождите, когда ваш собеседник ответит на него, не отвечайте за него. Если вы высказываете свою точку зрения, то поощряйте учеников к тому, чтобы они высказали своё отношение к этой точке зрения. Если вы не согласны, то аргументируйте, а не говорите, потому что я так сказала, да. Делайте паузы во время беседы, здесь дети должны тоже вступать в диалог, да. Часто смотрите в лицо школьнику или своему собеседнику и чаще повторяйте фразы, но при этом, опять же, давайте на них ответить. Допустим, как ты сам думаешь, мне интересно твоё мнение, ты не согласен или ты согласен со мной, почему? То есть здесь должна быть тоже определённая аргументация. На это мы тоже с вами обращаем внимание. Но по той информации, конфликты – это, конечно, такая тема, в которой можно говорить бесконечно, по той информации, которую я хотела вам дать. У меня всё. Буквально полминутки, пока я завершаю, если есть какие-то вопросы, пишите. Ещё раз повторюсь, презентацию и материалы можно скачать. Там вам бонусом небольшой буклет, который тоже можете использовать. Сейчас Татьяна Викторовна объяснит ещё, наверное, разочек, как скачать презентацию и материалы. У меня всё. Надеюсь, информация была интересна и полезна. Вообще информации довольно-таки много в конфликтах, да. Поэтому, надеюсь, хотя бы вкратце я смогла эту тему раскрыть. Ну, на сегодня у меня всё. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok